Всем привет! Мы уже в Москве. Заехала сейчас, отвезла Германа на дачу на денёчек. А сама приехала в Икею, так как нет пути. Как обычно, сейчас наберу всякой фигни. Смотрите, такая вся, можно сказать, сонная, больная, ненакрашенная. Но думаю, что вам всё равно. Если мне всё равно, но вам. Так что буду что-нибудь выбирать сейчас. Погуляю здесь быстренько. Я еды какой-то куплю и помчусь домой. Благо, сдала ребёнка и есть свободное время. Хорошенький. У нас, правда, есть уже, нам не надо. У меня такая фигня. Вот. Взяла, кстати, тоже Германа. Ещё одну, ещё родную. Собирать пирамидку и машинки. Вот. А ещё мне нравятся такие вот стульчики. С кресла-качалки. Вот всё маленькие есть. Сосед. Столики. Вот эти наши стулья, конечно, крутые. Хобби. Потом как-нибудь подрастёт купить. Что-то подобное. Вот. Сейчас так что пойдём. Сейчас я пойду выбирать. Подушку надо купить нам. Ещё классные всякие яркие, я люблю в Икее, постельное бельё. Кто-то небольшой картой уже кроватый, но прикольный. Яркие. Пойдём искать наш размер. Снимусь уже домой. И сниму то, что я купила в Икее, потому что знаю, в комментариях напишите, почему Настя не показала. Купила чуть-чуть совсем. На самом деле я взяла там один столик посмотреть, оказался фиговый, некрасивый, не стала его брать. А так купила батарейки пальчиковые, мизинчиковые. Я всегда их беру для компьютера. Я всегда вставляю в мышку или в клавиатуру. И для Геркиных игрушек. Я, кстати, не могу сказать, что они недолго играющие, нормальные они. То есть это не то, что они дешёвые, поэтому они фиговые. Нормальные батарейки совершенно. Так, купила в сотый раз уже пирамидку. У нас есть вот такие две пирамидки. Гера их любит собирать. И вот сейчас я взяла деревянную. Икеевскую очень. Она тяжёлая по сравнению с теми. У неё как раз нужно попадать такими уже более мелкими деталями. И здесь прям точное расстояние. Потому что вот у этих, оно вот, например, пластмассовое. Попробую сейчас голову снять. Одной рукой не получается. Сейчас. Вот. Вот здесь достаточно так расхлябанно можно вставить. А тут вообще нет ничего. Просто друг на друга вставить. Но это очень крутое. Мне она нравится. Я как-то её немножко так сначала, когда я купила, по-моему, в Айсбоксе, она мне не понравилась, эта пирамидка. Но на деле она оказалась очень классной. И именно с неё-то он и начал собирать. Вот. Не могу отить голову, ладно, отложу. А вот эта вот деревянная тоже такая идеальная. Будем её собирать. Купила ещё ему машинки. Не видела раньше никогда. Такие вот машинки деревянные. Я не знаю, они разбираются. Прикольная такая машинка. Раз. Машинка два. Вот, где даже всё поднимается. Вот такая. Тоже вот этот вот каркас деревянный. Это пластмасска. Я так понимаю, не разбирается. И вот такая же. Такая же, как первая машинка. Вот. Такие вот машинки. Прикольные машинки. Раз пятьсот уже сказал, что прикольные машинки. Так. И дальше что мы купили? Я купила вот такого крокодила. Нет. Динозавра. Вру. Динозавра. Где-то. Где твоё лицо? Сюда можно вставлять руку. Одной рукой неудобно. Вставлять руку и, соответственно, играть там. Что-нибудь ему изображать. Вот. Надо её сейчас постирать, отклеить эти бумажки. И будет готова к использованию. Может, он, конечно, уже и маленький, но в машину я его купила перебирать вот эту вот книжечку. Я так понимаю, она для младенцев совсем, но вот что-то тут шуршит, такие сеточки. Когда мы ездим, мы же часто за рулём. Я взяла вот эту вот книжку. Что-то странно, что я её, кстати, сразу не купила год назад. Купила сейчас. Вот. Такая она. Шуршалки. Тоже надо постирать. И последняя. Сейчас я вам покажу сначала плед. Я купила. Он, по-моему, метр-полтора, наверное, такой большой. Либо когда гуляем, герпки ножки накрыть, чтобы уютнее было. Либо дома, если жара, он спит, тоже накрыть пледиком, а не тёплым-тёплым одеялом. И последняя. Это два контейнера. Пластмассовых, обычных. И тут я хочу передать пламенный привет. Пане Сухарской. Потому что благодаря ей, ребят, я честно занимаюсь и даю себе пинок под зад, чтобы разбираться дома и что-то складывать. Я купила эти контейнеры для того, чтобы разобрать провода. Это видео с проводами у меня просто, конечно, я сидела и краснела. Потому что у меня провода закинуты в такую кучку, где даже если ты захочешь, что-то найти, ты не найдёшь. Вот. Для проводов и для документов. Типа для паспортов, загранных. Чего-нибудь такое. Вот такая ещё одна. И я это всё аккуратненько поставлю. Так что тебе большой привет, спасибо. И действительно, это очень полезные видео, которые ты делаешь, что касается организации и порядка. Вот. Это все покупки, которые я совершила. Быстренько так забежала. Чтобы вы не спрашивали, вот на 4,5 минуты наболтала. Да, мы приехали играть в Румквест. Вот. Пошли проходить наши любимые истории. Вот. Наверное, сегодня будем играть в банк. Если пройдём, то я включусь. Не пройдём, я не включусь. Оказывается, мы идём на Мумию, а не в банк. Так что пожелайте нам удачи, пожалуйста. Вот, да, тут такой интерьерчик, всё сделано. Мы проиграли! Проиграли! Ну, там просто мы не могли. Нам даже подсудили 7 минут, но мы всё равно проиграли. Ну, блин, короче. Но мы мало спрашивали. Мы в конце постоянно спрашивали, потому что уже просто нервничали. Проиграли, потому что там реально в конце такой момент. Даже не знаю, как его объяснить. Не рассказывай. Нет, а я не буду рассказывать. Я скажу, что там даже... Самое сложное в конце. Если ты спросишь даже помощь, то тебе никто не поможет. Ещё я сидела в одном месте очень долго. И там вся запарилась, пока кто-то меня искал. Кстати, надо было им сказать, что там очень жарко. Очень жарко. Да, и в самом помещении очень жарко, а я вот в этой гофточке. Я чуть не офигела. Короче, что делаем? Куда едем? Едем отмечать наш проигрыш! Арканечка, ты как? А чьё? Вот, ребята. Я нас тут права меняю. Фамилию меняешь, что ли? До конец. До конец. Слушай, ну что, я бы предложил, может, поедем в этот, где кальян? Время 11, мы поехали куда-нибудь, что-то сидим. Ребята покулят кальян. Так что, пока прыгнуть. Спасибо. Ха-хао. Вкусный? Горячий. Вкусный? Или горячий? Даблбилуш. Сейчас тебе западут? Ну, неплохой. Неплохой? Вот, я же так сказала, как будто ты рекламируешь в другую сеть. Не, неплохой, вкусный. Да? Пробуй. Не, не хочу. Влог? Покупок, я бы сказала. Сейчас еду покупать Герману ботиночки, потому что мы ходили только в сандалиях, а сейчас иногда периодически идет дождь, и хотелось бы, ну, и холодает, естественно, хотелось бы что-нибудь утром там, росу не собирать на даче, например. Какие-нибудь кроссовочки, ну, что-нибудь такое. Вот, сейчас заеду, куплю, плюс мне нужно купить ему слипики. Моя мама мне посоветовала, а мама, спасибо. Потому что он спит у меня в основном в маечке, когда я кладу спать, и он у меня, соответственно, весь раскрывается под одеяло, им голый спит. А если его уже сейчас не жара, уже, я думаю, что хоть и август, но скоро будет похолодание, думаю, что нужно что-нибудь такое, чтобы он раскрывался и комфортно спал. Так что нужно что-нибудь съездить такое купить. И великий горшок я хочу купить. Мы купили простой, самый обычный в Икею, но он на нем не сидит, он неудобный. Может, на постарше подойдет, но вот на данный момент, вообще ни в какую, хоть он убогий, хочу заехать купить от Бэби Бьерн. Так что папа остался сидеть с Германом, а я поехала шапоголизмом заниматься небольшим. Как обычно это бывает, ты едешь за ним, покупаешь другое. Ой, ну какие-то алкоголики поют. В общем, купила Герману на его ботиночке и купила себе кроссовки. И только что вот вышла, купила Герке трон. Трон потом, может, в покупках или еще где-то. Вообще, я считаю, что это не нужно об этом показывать. Вообще, я его купила от Бэби Бьерн. Начнем становиться взрослыми. Так что все. Я думаю, что на этом я закончу. На данный момент с вами мог. Сейчас я могу выкинуть от тронь. И всем огромное спасибо за просмотр. Пока! Пока-пока-пока. Продолжение следует...